Как прошел единый государственный экзамен в этом году, обсуждали сегодня в Доме дружбы. Говорили также о перспективах проведения ЕГЭ в 2014 году. Совещание прошло под руководством президента Дагестана и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова. По оценке специалистов, не только московских, но и местных, уровень образования в нашей республике самый низкий. И с каждым годом ситуация становится все хуже. Что происходит в дагестанских школах, кто зарабатывает на ЕГЭ и есть ли вообще надежда на светлое будущее, расскажет Севрина Шамхалова. Разговор президента с учителями Дагестана начался с главного. Рамазан Абдулатипов заявил, в республике мало профессиональных кадров и это при полном зале педагогов. В ответ на реплику недовольный гул, но Абдулатипов знает, что говорит. Факты, цифры и результаты многочисленных проверок, как явное доказательство. Знания в Дагестане для многих учителей стали прибыльным бизнесом. Самое плохое состояние по проведению на качественном уровне единого государственного образования. Вот теперь придержите свои эмоции. Самое плохое качество республики Дагестана. Самое низкое качество. Самое коррумпированное качество. Это позор. Конечно, мы хотим, чтобы нам платили по 100 тысяч рублей. Условав капитализм, все хотят жить, иметь деньги. Я еще раз подчеркиваю. Если мы будем формировать вот таких специалистов, которые мы сегодня выпускаем, мы никогда не станем благополучной республикой. Вот приходишь в район, почему у вас такие дети? Вы знаете, педа-университет нам дает очень плохих специалистов. Приходишь в педа-университет, почему у вас такие? Вы знаете, совершенно некачественных детей нам дает школа. И загоняем друг друга в тупик. Сегодня Дагестан нуждается в ликвидации не безграмотности, а ликвидации всей этой преступной деятельности вокруг системы образования. Надо наводить порядок. От будок по вручению дипломов избавимся виновных накажем, обещал президент. Так уже уволили начальников управления образования в городе Кизелюрти, Вагульском, Кайтакском, Кулинском, Левашинском районах. Всего освободили от должности 11 директоров школ. Пока эти факты вскрыл неглубокий анализ, но то ли еще будет уверены в Рособразовании. Количество нарушений при сдаче ЕГЭ в Дагестане повергли в шок московских специалистов. Поэтому задача на 2014-й все исправить. В настоящее время внесены соответствующие изменения в нормативно-правовое обеспечение. Ранее запрет на использование мобильных телефонов, теперь запрет на наличие мобильных телефонов. Будет изменен показатель оценки деятельности глав субъектов Российской Федерации. Мы увеличим значительное количество экзаменационных материалов. Будет введен институт федеральных инспекторов. И мы будем выезжать в субъекты Российской Федерации, в пункты проведения, в том числе и в пункты проведения в Республике Дагестан. Чтобы независимо и объективно смотреть, как проходит экзамен. И будут даны полномочия по аннулированию результатов в случае выявления нарушений. Также расширяется институт федеральных общественных наблюдателей. 80% всех результатов ЕГЭ в Дагестане завышены, уверяют специалисты. При этом мы можем похвастаться количеством наблюдателей. Правда, они порой не только игнорируют то, что происходит во время сдачи экзамена, но и помогают в нарушении закона. Республика отличилась и в еще одном рейтинге. Речь идет о ЕГЭ-туризме. В этом году в местные школы из других субъектов страны перевелось 920 старшеклассников. Из них почти 300 подростков получили завышенные результаты госэкзамена. Северина Шамхала, Василий Мтаджибов и Заур Магомедов. Время новостей.